Итак, друзья, смотрим видео про Blackview BV9900, неразрушимый телефон с офигенной камерой от Sony на 48 мегапикселей, на процессоре P90 с искусственным интеллектом, с защитой по стандартам IP68 и MIL-STD и так далее, короче военный стандарт защиты, и этот аппарат может гарантированно работать на морозе до минус 30 градусов. Этот аппарат имеет глобальную поддержку бендов LTE и два модуля, поддерживающие работу с 4G VOLTE, а значит с этим аппаратом вы можете говорить практически по всему миру. Аккумулятор на 4380 в этом смартфоне может дать вам 8 часов воспроизведения видео, 8 часов игр, 22 часа музыки, 28 часов разговоров с выключенным экраном и 528 часов в режиме ожидания с выключенными модулями. В этом аппарате в наличии огромное количество датчиков, будь то датчик пульса, давления, шума, влажности, ультрафиолетового излучения, ну и также четверная навигационная система. Я думаю это про гироскоп. Само собой аппарат имеет модуль NFC, так востребованный в последнее время по всему миру. С этим аппаратом вы можете платить, открывать электронные замки и пользоваться всеми возможными прелестями технологии NFC. Внутри аппарата установлен 9-й Android, который уже намного оптимизированнее предыдущих, не содержит рекламы и каких-либо шпионских модулей. Далее вы увидите множество фотографий смартфона в реальной жизни, но нам наиболее полезны только два из них. На двух снимках мы отчетливо видим, что небольшая защитная рамка у дисплея все-таки в наличии. Особенно мне приколол кадр, где телефон как бы врезался в гальку, аж в полете видны несколько камушков. Офигенно. Ладно, посмотрели на живые фотки аппарата, поняли, что он уже есть в наличии, теперь посмотрим, как они над ним издевались. Самый первый пойдет пытка огнем. На самом деле я не знаю, насколько сложный был этот опыт, но огонь телефон выдержал. Теперь аппарат решили заморозить. Его будут держать при минус 30, а потом проверять. Аппарат работает. Следующая пошла проверка защиты от воды. Аппарат будет плавать в своем собственном бассейничке. Аппарат жив, как ни странно. А теперь мы видим классику жанра. Аппарат кидают на твердый бетонный пол. По нему ездят машинами. Туда, обратно. Сволочи. Напоследок киты решили совсем пододеваться. Они забетонировали аппарат, а потом нифига не аккуратно вытащили его оттуда при помощи молотка. Ориентировочно 23 или 24 декабря. Общемировой запуск аппарата. Премьера. Все ждем. Если добуду какие-нибудь еще данные об этом аппарате, будет еще одно видео. Нет? Значит будем ждать, когда я его получу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок